Янисом Лемежисом Янис, я вас приветствую. Я понимаю, что интерес ваш творческий – это песня. Песня в хорошем понимании эстрады. Ты выходишь, смотришь в глаза своему зрителю. Зрительница сразу же влюбляется, это однозначно. И ты просто с ним разговариваешь. Ты рассказываешь какую-то историю о любви, о переживаниях. Мне кажется, Янис, это ваш образ. В принципе, да. Вы выходите, чтобы своим мужественным подходом сказать о любви, о жизни. Да, не только о жизни, но вообще, что есть смысл подумать о чем-то другом, чем деньги или имущество. Ну, это тоже хорошо, особенно для творческого человека, когда есть деньги и на выпуск дисков, и на запись в хорошей дорогой студии, и на съемки клипа. Сегодня в наших планах, в планах нашей беседы и посмотреть один из клипов, и поговорить о том, что будет, но и вспомнить о том, что было. Я предлагаю вообще вспомнить вот этот творческий, я бы даже сказала, путь борьбы, потому что вы, Янис, известно, участвовали в разных конкурсах, таких непростых конкурсах. Вот эта дорога была не зря, и давайте ее вспомним. Ну, в принципе, поскольку я могу сказать, я как певец не так давно участвовал, и, в принципе, последние три года, так серьезно. Ну, замахнулись. Ну, да. Но я раньше просто играл очень много как музыкант в группах. И клавиши, и саксофон. Я всегда хотел петь, и это чувствовал в себе. И, наконец-то, как-то собрался силами и начал это делать. Но мы даже сейчас в беседе чувствуем, что есть этот голос, есть мощь, есть диафрагма, как говорят профессионалы. Ну, это уже, да. Природа, да. Поскольку и природа, и мой учитель, который очень хороший, это все вместе, как бы. Ну, возвращаясь к конкурсам, вы побывали на международных конкурсах, где, действительно, можно сказать, такая, ну, фабрика вокалистов. Ну, в принципе, да. Я был и в Армении, и в Болгарии, и в России, и в Белоруссии. В Белоруссии славянский базар. Да, славянский базар. И там очень мне понравилось, потому что самое главное, что я там достиг, я подружился с казахами очень близко. И сейчас мы дружим, и вместе будем писать музыку делать. А в чем, вот почему казахи? Еще с советского времени Казахстан отличался такой качеством музыки? Я не хочу сказать, что другие, как бы, хуже. Но это ваше. Но это мое, да. Не знаю, почему. Это обычно так. Вот так же было и в Армении я пел в конкурсе, и тоже познакомился с казахом. Который певец, тоже известный уже сейчас в Казахстане. Я не знаю, почему. Они просто открыты очень. А к чему это может привести? Во-первых, это повлияет на стиль вашего эстрадного пения? Это станет каким-то, может быть, более фанковым, джазовым? Это уже повлияло на то, как я пишу музыку. Потому что я раньше делал, мне было, если только рок был, то сейчас я, если делаю музыку, это уже по-другому. Я народные инструменты использую, некоторые, и это уже меняет все. На самом деле сейчас, Янис, мы должны подойти к музыкальному моменту, потому что мы говорим о музыке, мы говорим по-другому, но мы не знаем, как по-старому. И я хочу, чтобы наши телезрители действительно познакомились с вами вот как положено. То есть услышали вас в деле. У нас, к сожалению, здесь, ну, не, скажем, не клуб и нет живых музыкантов с собой, но у вас с собой есть так называемая минусовка. То есть вот тот музыкальный мир, инструментальный, в котором вы, ну, можно сказать, как дельфин плаваете. То есть то место, где умещается потом голос вокалиста. Ну, это вот такая технология. И я просила нашего гостя и упросила исполнить хотя бы фрагмент одной из песен. Что за песню мы сегодня услышим? Песня называется «Любовь». Это первая песня на русском языке, которую я написал и музыку, и слова. Ну, да, поздравляю. Я раньше на русском языке, не знаю почему, не делал этого. Но это не так просто, это все говорят. Да, это было для меня рисковано, конечно. Но поскольку я слышал отзывы о песне, я понял, что я, наверное, попал в точку, не знаю. Но я надеюсь, что... Это уже судить слушателям. Что не осудят, а будут восторгаться. Я прошу фонограмму в студию. И сейчас, буквально на вступлении, напомню, что у нас в гостях Янис Лемежис. И мы будем слушать песню «Любовь». «Любовь» 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 «Но это вы с саксофоном, наверное, да?» «И так, и так, и с саксофоном и пою, это как бы, ну… Но это тоже очень, как бы, неплохо, потому что меня узнают, по… Если я пою, например, там, в свадьбе, мне тоже, как бы, слышат, многие слышат первый раз и потом им понравилось, потом уже я вижу, что я набираю как бы тот же самый фейсбук себе. Но свадьба это вообще святое. Фанатов. А если вернуться вот к теме таких встреч творческих, где люди ну вот приходят с вами познакомиться, действительно. Они еще вас не знают. Они просто знают это место, где всегда ну всегда интересно, и ты что-то откроешь для себя. Но там вы очень близко к публике. Там вы действительно должны, наверное, что-то и рассказать. Какую-то свою личную историю. Ну да, как бы там, в принципе, большинство песен, которые я делал и пел тоже в концерте прошлом, который был в Дорике, я делал на латышском языке. Сейчас как раз цель другая у меня. Попробовать все по-русски? Все будет, в принципе, вся основа будет на русском языке. Но это непростая задача. И может быть одна песня, я надеюсь, я думаю, что скорее всего одна на казацком. Но это будет не моя песня, это будет кавер. Но это очень интересно. А вот пока вы пели, мы видели на нашем экране фотографию прекрасную, где вы в белой рубашке, и видна ваша рука. А на руке какая-то очень интересная татуировка. Это ноты какие-то? Это ноты от песни. И песня, которая посвящается моему отцу, который... Он мне научил эту песню. Это была самая первая моя песня, которую я вообще в жизни научился на клавишах. И вот сейчас там где-то под рубашкой все эти ноты имеются. И всегда я буду помнить папу. И всегда он со мной. Ну что ж, сегодня, как я анонсировала, мы не только слушаем живьем, не только с вами знакомимся в беседе, но и увидим клип. Что это будет за песня? Песня на тушкам, «Лайдман и майас», которую мы сделали вместе с Ником Матвеевым. И делали, в принципе, не с замыслом о том, о чем она, но получилось так, что песня для тех, которые живут не в Латвии, но хочет вернуться. Ну что ж, мы пожелаем им вернуться и прийти к вам на концерт? Да, я тоже так желаю. Или они придут, или я приеду. Ну, пусть будет и так, и так. Я желаю вам творческих успехов. Приглашайте нас на свои концерты и пусть получается. Вы сейчас в начале своего пути. Пусть удается, поется, сочиняется. Я не с Лемежис, а мы продолжаем с видеоклипом, где мы услышим еще одну песню. До новых встреч и счастливо!